Сочи – единственный город России, где безбарьерная среда создавалась с нуля и использовалась во время проведения паралимпиады. Но уже сейчас потребовалось ее обновление. Например, потрескалась тактильная плитка. Естественно, оставлять в таком виде дорожки нельзя. Замена тактильной плитки проводилась по всему городу. Только здесь, на территории морского вокзала, рабочие обновили около ста плиток. Времени-то осталось достаточно мало. До приезда гостей и участников всемирных игр, колясочников и ампутантов осталось пять дней. Мастера хоть и спешат, но делают все качественно. Переделывать, говорят, сложнее, чем сделать. Раз и если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Сейчас поменяли технологию укладки тактильной плитки. Утрамбовали песок, а сверху песок с цементом, чтобы уложить плитку. Потом плитку подбиваем, и все. Потом вода просто падет, и она затвердеет, и все будет хорошо. Да и мероприятие значимое. Наш город впервые принимает такие игры, которые проводятся один раз в два года по летним видам спорта для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всемирные игры «Айвоз» имеют статус крупнейших сразу после паралимпийских. Глава города проводит очередное совещание и, как говорится, сверяет часы. Спрашивает о своих подчиненных, а везде ли доступная среда действительно доступна для гостей игр? На данный момент, мне так кажется, что все в работе. Все наши главы районов понимают объем работы. Насколько я понимаю, что все подъемные механизмы наших подземных переходов работают, или, по крайней мере, они на Луну сейчас уже работают. Наладка полностью. Но, тем не менее, я повторяю еще раз, это вызывает тревогу у всех. Это понятно, потому что 37 стран мира будут принимать участие. Требования прежде всего к гостевым зонам, где спортсмены будут проживать и где проводить свободное от спортивных мероприятий время. Подъемники во всех подземных переходах должны работать без сбоев, а тактильная плитка не должна чередоваться с бетоном. Такое тоже можно увидеть в Сочи. Но Анатолий Пахомов, указав на ряд недоработок, пообещал лично на следующий день проверить, устранены ли все сделанные на совещании замечания. Безбарьерная среда, созданная в период подготовки к Паралимпийским играм, должна постоянно поддерживаться специалистами. Должны ее охранять и от вандалов, которые не задумываются даже людей, какой силы воли они оставляют без возможности спокойно передвигаться по курорту. А Сочи, к тому же, не имеет права снижать планку по доступности, ему быть примером. С 1 января, согласно федеральному закону, уже все города России начнут перенимать сочинский опыт, то есть создавать у себя безбарьерную среду. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.